Вот почему в Организации Объединенных Наций есть организации, преследующие крайне духовные цели. Храм Понимания и все это, молитвенная комната в форме трапеции, и все эти вопросы, связанные с этим, это иллюминаты, но на самом деле они люциферианские в своей основе. Я думаю, что мы действительно можем познакомить нашу аудиторию с тем, чтобы узнать, как они могут сами прийти к этим выводам. Итак, мы немного посмотрели на то, что такое большая перезагрузка, и теперь как мы прицелились здесь, на какую организацию мы действительно хотим обратить внимание, поскольку мы как бы разбираем части этого эпизода, мы собираемся взглянуть на Организации Объединенных Наций. Я думаю, что это организация, которую обычно люди во всем мире считают безобидной своего рода глобальным управлением, руководством, общим благом для людей. Но мы видим, что на самом деле у этой организации большая история, на самом деле в объекте Организации Объединенных Наций много интересной архитектуры. Итак, мы собираемся немного глубже взглянуть внутрь и помочь вам, зрителям, слушателям понять, как мы можем с уверенностью сказать, что в ООН есть очень большой духовный компонент. Мы посмотрим немного глубже на то, что это такое. Сначала мы начнем с главы Организации Объединенных Наций, действующей генеральный секретарь Антонио Гутерес. Мы обнаруживаем, что Гутерес на самом деле римский католик. Номер один – набожный римский католик, у которого особые отношения с Папой Франциском, но он также был главой и президентом организации под названием «Социалистический интернационал». Когда мы читаем все больше и больше об этом, о большой березогрузке, вы получаете очень социалистический потекст. И на некоторых сторонах политического спектра будут люди, которые закатят глаза на это. Но давайте просто используем их собственных язык, чтобы определить, где они сидят, и давайте посмотрим на их предыдущие полномочия. Например, в случае Гутереса, когда вы президент общества под названием «Социалистический интернационал», не нужно много домыслов или предположений, чтобы сказать, что предпочтительной формой правления для этого отдельного главы Организации Объединенных Наций в настоящее время является абсолютный социализм. И он на самом деле цитирует нам свои взгляды на большую перезагрузку, где он сказал «Большая перезагрузка – долгожданное признание того, что эта человеческая трагедия должна быть тревожным сигналом. Мы должны построить более равноправную, инклюзивную и устойчивую экономику и общество, которые будут более устойчивыми перед лицом пандемий, изменения климата и многих других глобальных изменений, с которыми мы сталкиваемся». Итак, мы слышим сейчас через Трюдо, через Буша, через Шваба, мы видим, что этот мир несправедлив, нам нужно быть более инклюзивными, мы видим повествование об изменении климата, но у него есть друг во всех этих вопросах. И этот друг – Альберт Гор, который присоединился к Организации Объединенных Наций по многим из этих вопросов. Он говорил о большой перезагрузке, и вот что он сказал. Я думаю, что это время для большой перезагрузки. Мы должны исправить многие из этих проблем – капитализм, которому позволят гноиться слишком долго. Итак, мы видим, что мировые лидеры очень единообразны согласно с сутью проблемы, и мы видим, что это капитализм, и что капитализм привел к неравенству, несправедливости и несбалансированности экономических и социальных характеристик для разных групп людей, маргинализированных групп людей. Но я хотел бы на самом деле углубиться в Организации Объединенных Наций и действительно начать понимать, что это за организация, откуда она возникла, и посмотреть на основателей этой конкретной группы, которая сейчас быстро становится глобальным руководящим органом. Маккензи, почему бы тебе не рассказать нам кое-что из того, что мы знаем о членах-основателях Организации Объединенных Наций, которые, конечно же, были Лигой Наций. Есть пара интересных вещей, которые касаются ООН. Они основаны в 1919 году. Их предшественником была, как ты сказал, Лига Наций, что является важным моментом, потому что вы увидите, чтобы найти основателя Организации Объединенных Наций, вам нужно понять основателей Лиги Наций. Это с веб-сайта ООН, поэтому я цитирую именно с их сайта, с сайта ООН. Предшественником Организации Объединенных Наций была Лига Наций, организация, созданная в аналогичных обстоятельствах во время Первой мировой войны и учрежденная в 1919 году в соответствии с Версальским договором для содействия международному сотрудничеству и достижения мира и безопасности. Итак, что мы получаем отсюда? Так это то, что Нига Наций была предшественником Организации Объединенных Наций. Кто участвовал в формировании Лиги Наций? Одним из основателей Лиги Наций, его звали Артур Бальфур. Он также был членом Общества Апостолов Хорта. Теперь, кто такой Хорт? Вальтер, не могли бы Вы рассказать нам немного больше об Артуре Бальфуре и о том, кто такой этот Хорт и как они связаны с Лигой Наций? А теперь они называются Объединенной Нацией. Вескот и Хорт были теми двумя, кто создал новый греческий документ, на котором основаны современные переводы Библии. Есть много предположений, что эти люди на самом деле не были протестантами. В конце концов, Хорт был самопровозглашенным мариологом, что не очень хорошо вписывается в протестантское мышление. Он также придерживался взгляда на Евхаристию с точки зрения римского католицизма. Уэскот и Хорт были глубоко вовлечены в спиритизм. Они были эволюционистами. Итак, свидетельство, кажется, указывает на тот факт, что эти люди были тайными иезуитами, выдававшими себя за протестантов, чтобы создать программу, в которой Библию можно было бы хорошо использовать, особенно с точки зрения новых переводов, основанных на их интерпретации греческого текста, который может использоваться для поддержки римско-католической доктрины. Субтитры создавал DimaTorzok